Даже в собачьем мире встречаются случаи, когда можно показать фото до и после похудения Догмама Аня и Софи И Иван Привет, с вами снова Аня и Чихуахуа Софи И мы продолжаем наш курс про ожирение у собак Из нашего видеокурса мы уже научились определять лишний вес, знаем опасные последствия И даже поняли причины ожирения и какие ошибки мы совершаем как любящие хозяева Но несмотря на все это, собака уже толстая и теперь нам нужно как-то избавиться от этого лишнего веса Поэтому сегодняшнее наше видео посвящается рекомендациям на тему Как похудеть собаке Для начала давайте исключим нарушения в здоровье, ведь они могут быть причиной избыточного веса Посетим ветеринара, заодно он оценит вес собаки и даст рекомендации по похудению Главное для нас убедиться, что проблем со здоровьем нет, а лишний вес это просто последствия неправильного образа жизни Чаще всего так и бывает у квартирных собак Софи, идем на зарядку Ча? Не, мне лень, сам иди Совсем разжиреешь Я не журная? Нет Может правда на зарядку? Мам, может правда на зарядку, а? Так же, как и людям, собакам, чтобы оставаться в форме, нужно правильное питание и достаточная двигательная активность Поэтому сам шаг похудения состоит из двух простых вещей Итак, общие правила питания для похудения собак Ни в коем случае не заставляем собаку голодать Медленно и постепенно мы уменьшаем объем еды до оптимального, чтобы собака успела привыкнуть, а желудок, постоянно переедающий собаке, уменьшился А вот количество приемов пищи, наоборот, увеличиваем до трех-четырех раз в день вместо одного-двух Также медленно и постепенно в течение трех-четырех недель сокращаем вредное Большинство готовых лакомств для собак слишком калорийны Лучше покупать более здоровые варианты А вообще основную часть угощений заменяем на овощи Учим наизусть черный список продуктов, которые нельзя давать собаке ни в коем случае От них они болеют и толстеют Для этого на нашем канале есть видео список, чем нельзя кормить собаку Ссылка в описании Если собака ничем не болеет и хорошо переносит кисломолочные продукты Обязательно устраиваем один разгрузочный день в неделю на нежирном кефире Эй, это удивительно, но мне кажется, что порция совсем не изменилась Эээ, потому что все постепенно Ну да, то есть в смысле я совсем не чувствую себя голодой Ну это логично Неужели я стала наедаться вот этим количеством корма, хотя раньше я ела в два раза больше О, же, Софи, ну это специально так Да? Понятно И мне кажется, что нас стали чаще кормить Тебя меня кормят, как обычно То есть я типа одна тут толстая? Ну да, вообще-то Если у вашей собаки есть аллергии, помните о них, прежде чем начинать кормить собаку чем-то новым Ни в коем случае не давайте никакие таблетки без указания ветеринаров В том числе добавки для снижения аппетита Если у вас дома не одна собака, то разделяйте их при кормлении, чтобы точно знать, что каждая из них получает свою порцию корма Не оставляйте еду в свободном доступе Мам, а я не поняла, где мой корм? Я убрала его, Софи Как это, как это, он же это обычно стоит, мам, как это, он же обычно стоит рядом с водой Мам, ну ты чего, ты, мам, забыла? Нет, я не забыла, Софи, ты на диете Что, корм будет где-то стоять, я не поняла, корм, корм не будет стоять? Софи, все, пока что у нас новые правила Я поняла, это для моей же пользы Да, Софи Ясно Если вы кормите свою собаку сухим коммерческим кормом, то я бы советовала перейти вам на корма премиум или супер премиум класса Потому что все-таки эти корма более качественные Что касается специальных кормов для похудения собак, это очень спорный вопрос Чаще всего специальные корма для толстых собак или для похудения, это всего лишь маркетинговый ход крупных компаний Стоят они гораздо дороже обычных, а на деле либо ничем не отличаются, либо калории уменьшены за счет белков, а не углеводов То есть это просто выброшенные деньги на ветер Если же вы кормите свою собаку натуральной пищей, то она должна быть полноценная и сбалансированная, а не просто с вашего стола Изучите все правила натурального питания, что можно, что нельзя и как это правильно готовить Вообще, для того, чтобы собака реально худела, диета должна содержать много белков Это мясо, нежирный творог и другие белковые продукты, немного жиров, которые содержатся в том же мясе, мало углеводов, то есть каш и других подобных продуктов, и достаточное количество клетчатки, то есть овощей И второй пункт, конечно же, физическая нагрузка Вы должны понимать, что собаке первое время будет тяжело, поэтому лучше всего начать с малого, медленно и постепенно Самый простой способ похудения, это прогулки Для начала мы гуляем медленно, а затем постепенно увеличиваем дальность и интенсивность Конечно, в зависимости от того, что способна вынести ваша собака Продолжительность прогулок увеличиваем хотя бы до часа Начните играть со своей собакой на прогулках и дома Кидайте палочку, мячик, играйте с игрушками Если есть возможность, походите в лес, займитесь плаванием, в общем, разнообразьте активность Со временем можно устраивать совместные пробежки или даже велосипедные прогулки Так, не мешай мне, я делаю упражнение Я не мешаю Так, лечь, потянулись лапками, перевернулись Сидеть, а теперь вокруг себя поворот А еще можно сидеть вот так, вот так Как я сижу и тренировать спину Софи Молодец, Ивасик Ой, все, я уже позанималась Ну что ж, сегодня мы узнали, как помочь собаке похудеть благодаря правильному питанию и физическим нагрузкам В следующих видео на тему ожирения мы приведем реальные примеры Плана питания и плана физнагрузок для наглядности Спасибо большое за внимание С вами были Аня и Чихуахуа Софи Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал Это розовая собачка внизу экрана Смотрите наши видео, ставьте пальцы вверх Пишите свои вопросы в комментариях Мы обязательно постараемся на них ответить И будет вам счастье Пока-пока! Я уже похудел Ты не был толстым, Эйван И ты тоже похудела Спасибо за комплимент, брат Только тебе еще надо, а то ты неуклюжая Ой, знаешь что, Эйван Субтитры сделал DimaTorzok